Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Ждем гостя» Зураба Мдвали. И поговорим мы сегодня об истории и современности городской кухни Тбилиси. Любой турист, который приезжает в эту страну, дополняет свои впечатления о традициях, архитектуре, культуре Грузии своим особым мнением о местной кухне, а гастрономический туризм – прекрасная возможность совместить приятное с полезным. Кухня Тбилиси – она особенная и не привязана к какому-то конкретному региону Грузии. Вот уж действительно, где встретились друг с другом Запад и Восток. Конечно же, к вашим услугам многочисленные тбилисские кафе, рестораны, но я бы посоветовал начать все-таки знакомство с местной кухней, с обыкновенного духана. Это что-то типа кавказского трактира. Именно во многом благодаря городским духанам формировалась кухня грузинской столицы. Ну и как тут не вспомнить о картинах легендарного Нико Перосмани, которые потрясающе отражают дух и атмосферу застолий минувшей эпохи. Говорят, что у слова духан – арабские корни. Впрочем, и на тюркском духан означает мелкую лавку или кабак. Именно в Тифлисе пересекались важные торговые пути, создавая особый колорит города с своим многоязычием и смешением культуры и традиций. Традиционные грузинские духаны несколько отличаются от привычных европейских кафе. В первую очередь, скромным интерьером, отсутствием декора, использованием камня и кирпича в отделке стен, неярким освещением. Из-за этого они могут показаться несколько мрачноватыми. Тем более, что заведения располагались в полуподвальных помещениях. Но грузины не были бы грузинами, если бы в духанах не стоял бы всегда веселый шум кутежа, не лилось бы рекой вино, не звучали бы городские песни. На пересечении улицы Лермонтова и Шалвы-Дадьяни находится старейший в городе Духан Рача. Кто только не кутил в этом заведении. Снимали многие фильмы, кстати, здесь же, включая и сериал о известной ценительнице Джуне Давидашвили. Даже я в свои студенческие годы частенько заглядывал сюда со своими друзьями. Еще один старинный городской духан расположен на улице Шалвы-Дадьяни, недалеко от Площади Свободы. Сегодня это популярное в городе Хинкальное Вильяминовские хинкали. Но кто такой Вильяминов, спросите вы? И при чем популярное грузинское блюдо? Дело в том, что в 19 веке эта улица носила имя генерала Вильяминова. Герой войны с Наполеоном в 1816 году Алексей Вильяминов был назначен начальником штаба грузинского корпуса. Но самое смешное, что по утверждению его современников, генерал Вильяминов всячески избегал шумных компаний, не влюбил застолье и не прикасался к алкоголю. Был абсолютно замкнутым человеком. Вот такая ирония судьбы. Я хочу представить хозяйку заведения, Хатону, мою бывшую коллегу, которая уже 25 лет занимается этим бизнесом, владеет этим заведением, Вильяминовский хинкали. Сколько лет примерно этому старинному духану? Этому старинному духану, наверное, полтора века уже. Всегда здесь было очень популярное заведение. То есть люди, писатели, кстати, недалеко отсюда союз писателей. Да, на улице Мочабели есть союз писателей. Известные поэты собирались здесь, кутили, даже приводили своих гостей. Если вспомнить, что к ним приезжали такие писатели, как Мандельштам, Гумилев, Пастернак. Я подозреваю, что они здесь тоже кутили. Я тоже. Всегда было весело, шумно, приходили люди разных сословий. Но самое главное, что собирались люди, у которых даже если минимум денег был, всегда могли вкусно поесть. Вкусно поесть. Иногда, знаете, приходят, говорят, что вот дед, отец водили меня сюда. Вот такие разговоры. Маленькими совсем. Эта традиция продолжается? Эта традиция, да, продолжается эта традиция. У нас табилисты очень часто ходят, очень-очень. И туристы тоже. Здесь зарождалось то меню, которое характерно сегодня для этого города. Да, духанское меню. Духанское. Наверное, и так надо. Хинкали обязательно. Что еще? Кабабы. Кебаб, да, обязательно. И купаты у нас очень-очень-очень вкусные. Купаты и шкимерули. Прословие кебабы. И шашлык. И шашлык зашел. Вот эти блюда, наверное, основные были всегда и в XIX веке, и в начале XX века, и потому что они были самые востребованные всегда. И типично грузинские. Конечно. Говорят, что самые вкусные хинкали здесь. Это надо попробовать. Надо попробовать. Надо попробовать. Полное ощущение, что передо мной картина «Нико Пиросмани». Да, да, да. Вот именно, да. И Пиросмани, и Галактиони, и Гугла Леонидзе, и другие, и Паула Яшвили. Наши поэты и писатели. Наши поэты и писатели. Приходили сюда не только вкусные поэти, но еще и за творческим вдохновением. В центре города, рядом с театром оперы и балета, есть еще одно интересное заведение – Духан Лагидзе номер два. В этом небольшом ресторанчике хозяевам удалось передать дух и атмосферу Духана начала XX века. Духан Лагидзе номер два. Духан Лагидзе номер два. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть, что молодые люди занимаются гастрономией, кулинарией города Тбилиси начала XX века. Почему вы решили посвятить себя именно этому делу? Мы адепты Духана. Духан-адепты? Да, да. Новый термин, который еще не слышал даже. Да, просто так получилось, что когда моя близкая подруга, она очень любит грузинскую кухню, пришла ко мне с просьбой посмотреть на помещение, а я сразу поняла, что это может быть только Духаном, потому что это идеальное помещение для Духана середины XIX века, когда он уже с улицы и грузинских дворов перешел... В помещение. Да, но это было особенное помещение. Это помещение в подвалах с арочными, а почему арочными? С кирпичной кладкой. Именно с греческой плимфой. Что самое главное здесь, это то, что здесь усиливается звук, и нет окон, соответственно, идеальная атмосфера для пения и для поэтов. И поэтому он стал таким прям, ну, грубо говоря, артистическим клубом. В XIX веке, мне кажется, все основополагающие моменты поэзии, в искусстве, в скульптуре, в архитектуре вышло из Духанов. Здесь за основу именно артистического Духана я взяла Сданевича, был такой Кирилл Сданевич, известный персонаж Вимрина, да. Именно они открыли Пиросмане, да. И поэтому вот конкретно вот этот свод, это карта Тбилиси, Даневического Тбилиси, где он, вероятно, вкусно ел и пил. То есть вино, рыба, женщина, опять же, да, куда же без них. Я открою небольшой секрет, я не первый раз в вашем заведении, естественно, как человек, который любит вкусно поесть в Тбилиси, часто вижу туристов здесь. Ну, привлекает, прежде всего, обстановка. Потом, когда они приходят, они верят, что огромные количества местных здесь находятся, которые при застолье могут просто внезапно взять другую гитару и начать петь. Это их сильно привлекает. Ну, и очень вкусно. Темократичные цены. Темократичные цены. И атмосфера. И атмосфера у нас потрясающая. Пройти в духан и не приготовить что-то, связанное с этим петельным заведением конца 19-го, начала 20-го века, было бы просто неправильно с нашей стороны. И мы сегодня с Василием приготовим блюдо, которое всегда присутствовало в меню каждого тифлийского духана. И называется оно... Абхазура. Абхазура. Сунеля. Узко сунеля. Кандари. Красный перец. Барбарис. Соль. Черный перец. Шелковый путь практически. Соответственно, да. Все, что пришло к нам с востока. мы берем мясо смешиваем свинина говядина соль соответственно это кандария чтобы это было понятно это аналог чабреца или тимьяна красный перец чуть-чуть чуть-чуть это буквально треть чайной ложки харчо сунели где-то полторы чайной ложки узко сунели узко сунели чайная ложка молотая кинза и барбарис соответственно мы это замешиваем в районе 100 грамм лука то чайная ложечка чеснок тоже по вкусу для простого обывателя я думаю что чайная ложечка ориентир хорошие 5 грамм кинзы потому что абхазура не должна быть зеленый это для вкуса не для цветов из этого количества мы сделаем 2 абхазурки назовем их нежно абхазурочка абхазурочка слово корень зурочка созвучно с именем подходим к завершающему процессу нам надо завернуть наше подготовленное мясо в жировую сетку скажем так как у обывателя такой вопрос отнесать тебе сетку берете у вашего мясника как говорится оказывайте василий ты немножечко придать сюда придать форму вот эта сеточка как бы не дает фаршу развалиться развалится плюс она жирка чуть-чуть дает и мы соответственно делаем абхазуру на мангале на мангале конечно совсем другой вкус я думаю все со мной да конечно и вот у нас кец и это напомню что глиняная такая специальная посуда очень востребована в грузинском да не сейчас мы отправляем на на мангал на мангал а а а а а а а и а а а Аннушка, к нам Марина присоединилась. Еще один член вашей команды, очень важный. Главнейший концептолог дуганской жизни города Дуберси. С ума с этим. Здесь люди пили, пели, ели, рисовали застолья, влюбляли, женились, свергали правительство, находили новые концептуальные идеи для всего. И самое главное, мне хочется сказать, что это душевная атмосфера, простая еда, без всяких придумок. Просто вкусно, музыкально, атмосферно и креативно, можно так сказать? Да. Ух ты, вот это обещанный хащик, который с утра выклянчивал. Принесите, в конце концов, боже мой, обратите внимание на порцию хащик. Все аутентично, в глиняной посуде. Спасибо за помощь, за интересный рассказ, за то, что вы адепты. Я сегодня узнал это слово, оказывается, духанского дела и духанской кулинарии. И главное, продолжайте эту традицию городской кухни. Прогуливаясь по старому району Солулаки, мы решили заглянуть в недавно открывшийся ресторан, где поближе познакомимся не только с давними традициями городской кухни, но и с новыми веяниями грузинской гастрономии. Я хочу представить мою подругу, очаровательную Тамрико Сихарулидзе, директора гостиницы «Келлеры Палас», ресторатора известного и, самое главное, человека, который совсем недавно учредил в Грузии бизнес-ассоциацию гастрономического туризма. Тамрико, спасибо, что пригласили к себе. Кастротуризм – это одно из самых таких модных, востребованных сегодня направлений во всем мире. И у Грузии есть очень большой потенциал в этом направлении. И Тамрико помогает реализоваться молодым, начинающим и именитым, естественно, шеф-поварам, которые создают сегодня новую грузинскую кухню, предлагают свои авторские работы. И здесь как раз бизнес-ассоциация делает все, чтобы популяризовать их деятельность, их творчество. Итак, друзья, шеф-повар этого прекрасного заведения. Миша предложит нам сегодня курицу, но как-то по-своему, с традициями городской кулинарии Тбилиси. Да, Миша? Я, насколько понимаю, курочка у нас с деревни откуда-то, с какого-то региона Грузии. Давайте начнем сначала с курочки, пока она жарится немножко, да, нарезаем лук, чеснок. Вы поможете мне нарезать гриби. Пожалуйста. И потом продолжим. Хорошо, значит, слегка надо обжарить сперва вот эти вот дольки курицы. Что было курицы? Показывай. На каком масле жарим курицу? Подсолнечное. Подсолнечное масло. Да. А что мы сейчас параллельно делаем, Миша? Параллельно будем делать, обжаривать лук, чеснок, грибы и шампиньоны. И гарнир готовить. Да, прекрасно. Лук. Чеснок пока не добавляю. И сразу туда же кидаю вместе с луком. Грибы наши, да? Сразу. Давайте помогу. Пожалуйста. Пожалуйста. Аромат идет потрясающий от наших лука обжаренного и грибов. Сейчас я курицу отправлю в духовку, чтобы она внутри пропеклась. Пропеклась, да. Чеснок. Давай. Все вкусы раскрываем. Сейчас чпинат. Давай. Сейчас добавляем соль немного. И перец. А где у нас перец? Вот перец у нас здесь. Давай, клади. Мелкомолотый черный перец. Белый. А, это даже белый перец? Да. Что дальше? Сейчас надо мариновать изюм. Буквально 60 секунд, 1 минута хватит. А что это? Коньяк, да. А, коньяк. В коньяке надо мариновать. Сейчас проверим, готова ли она. Наша курица. Она уже готова. Вот так. Добавляем наш визюм. Все в коньяке. В коньяке. Что придаст аромат. Что придаст аромат. Все верно. И напоследок сливки. Дальше уже сервировка идет, да? С сервировкой идет, да. Добавляем. Это бурочное песто. Бурочное песто, которое мы сами готовим. Масло петрушки. Масло петрушки. Капли только. Это у нас красная смородина и черника? Да, да, да. И вот так замечательно выглядит наше блюдо. Курица под белиски от шеф-повара Миши. Кроме мясных блюд, курицы, дичи, белиси всегда обожали рыбные блюда. Рыбные блюда. И поэтому мы продолжаем эти традиции городские. И на этот раз, насколько мне сказали твои коллеги, это твое авторское блюдо. Да. Вот я придумал такое блюдо. Да. Использовал кускус. Кускус, да. Надо тоже мариновать. Немножко лимонный сок, сол, перец. Кипяток заливаем кипятком и оставляем на 10-15 минут. Основное, что будет в нем, это рыба. И в этом случае выбрали рыбу дорадо. Мне понадобится ваша помощь. С удовольствием. Тогда очистите, пожалуйста, огурцы. А я заодно достаю рыбу. Внутри надо очистить. Осталось только, как говорят, мясо огурца. Вот так берем. Вот так убираем. Очень легко. Семечки удаляем. Да, очень просто. Все это, в этом случае, все это лишнее. Лишнее. На огонь поставим сковородочку. Заливаем масло немножко. Подсолнечное. А сейчас помидоры. Помидорчики. А что с ним? Опять же, напополам. Напополам, да. Убираем лишнее. Все вытаскиваем оттуда. Я иду жарить рыбу. Это раз. А это два. Пока рыба доходит, делаем уже салат. Надо заправить кускус с помидорами и с огурцами. Гранат. Так. Я для этого блюда сделал чипсы из чернослива. Из чернослива, да. И мацони. Мацони тоже грузинская. Понятное дело. Добавляем кускус. Добавляем кускус. Масло. Масло. Кахетинское. Знаменитое кахетинское масло. Как без этого? Крестьянское. Крестьянское. Не рафинированное. Нейрофинированное. Она готова. Она сочинная. Я верю, Миша. Верю. Вот так. Сейчас залейте, Матюни, пожалуйста. Вокруг? Вокруг, да. И чернослив обжаренный, да? И вот так совершенно роскошно выглядит рыба Дорадо с гарниром, где мы использовали помидоры, огурцы, кускус. Так что грузинская классическая кухня развивается, идет вперед, приобретает вот такой совершенно фантастический, современный вид. И вот авторская работа дорогого Миши выглядит невообразимо красиво. Вы делаете действительно очень хорошее, доброе дело, развиваете гастрономический туризм Грузии, фактически делаете все, чтобы популяризировать грузинскую кухню. За это вам огромное спасибо. И я хочу пожелать вам, Тбилиси, Грузии, всем нашим телезрителям всего самого доброго, счастья, радости, мира. И помните, мы вас ждем. Приезжайте и наслаждайтесь не только замечательной грузинской природой, но и фантастической грузинской кухней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова